Привет всем! В этом видео я покажу и расскажу, как можно собрать кубик Рубик 3х3, Даян 2, кухон 2 модификации. Также я расскажу, как его можно смазать, настроить. Немножко затрону тему модификации кубов Даяна. Расскажу, для чего это нужно и что это дает. Перед нами набор скоростного куба Даяна Гухон 2 модификации, который состоит из комплекта деталей, набора наклеек, коробочки, крестовинки, винтов с шайбами и пружинками. Комплект деталей состоит из 36 деталей, которые образуют угловые элементы куба, 6 центральных элементов, 6 крышечек с центральным элементом, 24 детали, которые образуют средние элементы куба и блокираторы в количестве 12 штук, которые ставятся в средние элементы куба. Первое, с чего начинается сборка любого куба, в принципе, это сборка крестовины с винтами и пружинками. Для этого нам понадобится крестовина, винты, пружинки, шайба, средние элементы. Мы начинаем собирать крестовину с подготовки деталей. Конкретно, мы будем смазывать все участки, участки, в которых будет возникать трение в ходе игры куба. Итак, начнем. Это позависовано из методики модификации кубов Любикса. Мы видим участок трения, он находится внутри этой детали, поэтому мы берем небольшую каплю и наносим ее вниз. Я использую смазку CG5. Это новая версия смазки торговой марки Казах Джедай. Пятая версия, есть четвертая, более жидкая, это более густая, напоминает Любикс. Смазки бывают разные, поэтому у каждого свой подход. Я использую CG5. И далее мы смазываем все остальные детали таким же самым образом. Далее смазываем винты. Когда мы играемся кубом, часто те, кто покупает кубы китайской сборки, слышат такой вот как скрип, когда пружинка так трык-трык-трык скрипит. Когда мы крутим грань, острие пружинки, царапает поверхность шапочки винта и возникает такой вот как скрип. Вот. Для того, чтобы этого скрипа не было, мы наносим на эту поверхность смазку. Далее ставим шайбочку сверху пружинки для того, чтобы пружинка не царапала пластмасс и вставляем в центральный элемент. Так далее, все остальные элементы. Когда у нас подготовлены все детали, мы начнем их закреплять на крестовинке. Здесь тоже есть небольшая особенность. Для того, чтобы куб хорошо из себя вел, то есть не трещал и хорошо настраивался, нам нужно правильно закрепить эти детали в крестовинке. Что мы делаем? Берем отвертку, прижимаем к шапочке винта, держим в руке и вставляем крестовинку. Вставляем ровно и начинаем крутить крестовинку для того, чтобы она ровно нанизалась на винт. После того, как мы сделаем 4-5 оборотов, можно уже затянуть винт. Затягиваем винт до тех пор, чтобы резьба, которая вошла в пластмассовую крестовинку, выглядывала на один виток. И так далее. Собираем все остальные детали. Теперь мы можем проверить, насколько сбалансированные мы закрутили в винтиле винты. Крестовинка должна крутиться легко, без усилий. Движение крестовинки не должно ощущаться на центральных элементах. То есть нам должно казаться, что как будто внутри стоит спица. Мы закрутили правильно. Давайте теперь проверим, насколько хорошо мы смазывали крестовинку. Я вам скажу, что это близко к идеальному. Итак, приступаем теперь к сборке остальных элементов в кубке. Для того, чтобы собрать угловой элемент кубика 3х3, нам нужно взять из комплекта деталей вот таких вот 3 детальки. Крепляются они достаточно просто. Кстати, хотел я и сказать о разнице между вторым и первым поколением глухонга. Это именно вот в этих вот креплениях, пластинках. То есть в первой модификации стояли крестовинки, которые служили соединительными деталями. И без них детальки не собирались. То есть здесь, в этой же модификации, во второй, взяли идею крепления угловых деталек с пятого до Яна. И более того, эти вот пластинки служат не только креплением между собой, но и ребрами жесткости. Соединяются детальки вот таким вот образом. Без каких-либо дополнительных клеев или еще чего-нибудь. Прижимаем плотно, для того, чтобы не было щелей между детальками. Если будут щели, то у нас будет куб тарахтеть. Поэтому мы немножко его сжимаем. Для того, чтобы собрать средний элемент, нам понадобятся вот таких вот 3 детальки. Две большие и одна маленькая, называется торпеда, блокиратор средних элементов. Для того, чтобы средние элементы не вылетали из куба. Так что мы делаем? Первым делом мы вставляем блокиратор в одну из деталей среднего элемента. И скрепляем вторую деталь. Обжимаем ее посильнее, чтобы не было щелей. Теперь немножко о модификации. Модифицированный куб, это куб, в котором отсутствуют конфликтные зоны. Конфликтные зоны, это небольшие участки на деталях, которые мешают кубу плавно, легко и бесшумно вращаться в ходе игры. Мастера по модификациям знают все эти участки. Они их подпиливают, убирают заусеницы. Например, вот в среднем элементе. При трении с угловым элементом, это вот эти вот участки. В угловом элементе, это вот поверхность ножки, за которой может цепляться блокиратор. Если с центральным элементом, средним элементом, то это вот эта вот поверхность. И так далее. То есть, в зависимости от того, сколько было внесено изменений в куб, то есть подпилов, мастера могут выставлять свою цену. На самом деле, это большой труд найти и трудоемкая работа, тонкая и трудоемкая работа, поэтому эти кубы стоят так дорого. Но начинающим, в принципе, достаточно обычных сборок, аккуратных сборок. Например, наша украинская сборка близка к идеальной. А для тех, кто сражается за миллисекунды, тем уже, наверное, нужно покупать какие-то особо модифицированные кубы. Ну и мы идем дальше. Мы соединили все детали, то есть получили элементы все, средние и угловые. Теперь начнем собирать сам кубик. Составляем средний элемент между двух центральных. Делаем сначала минус, затем собираем плюсик. Переставим угловые элементы. На этом этапе я рекомендую немножко смазать. Смазываем вот эти вот места, это ножки угловых элементов. Вот здесь вот. Капли здесь. Капли здесь. Теперь на этом этапе продолжаем смазку. Здесь наносим прямо на поверхность. И продолжаем собирать. Средний элемент. Если вам не удается вставить сразу три элемента, открутите центральный элемент, ослабьте. Потом его снова вернемся, затяните. И последний. Затягиваем. Теперь разработаем куб для того, чтобы разошлась смазка. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Пробуем срезать грань на 45 градусов. Есть. Ну, для Даяна Гухонга это очень даже неплохо. Ну и встречное срезание. Теперь наклеим на него наклейки. Перед тем, как клеить наклейки, протрите поверхность куба мягкой сухой салфеткой, для того, чтобы его обезжирить. Я это уже сделал, у меня чистая поверхность, теперь приступим к переноске наклеек. В комплекте с Даяном идет вот такая вот переноска, называется транспортная лента. Она напоминает скотч, но только более мягче, более лояльно к наклейкам. То есть, не так сильно цепляется к ним. Ну, то есть, достаточно для того, чтобы их перенести. Начнем с белой. Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы сразу 9 наклеек перенести и ровно наклеить на куб. Так, мы наклеиваем на переноску наши наклейки. Начнем с белого цвета. Снимаем их с подложки. Так. Теперь выравниваем куб. И переносим. Вот так вот. Следующий цвет, который мы должны наклеить, будет желтым. Находится он напротив белой стороны. Переворачиваем куб и клеим на него наклейки. Мы наклеили желтую сторону. Теперь наклеим зеленый цвет. Его можно наклеить на любой из боковых сторон. Давайте на этой. Мы наклеили зеленый, теперь будем клеить синий. Синий нужно клеить напротив зеленого цвета. Переворачиваем куб и клеим сюда синий. Мы наклеили синий цвет. И теперь нам нужно правильно наклеить красный и оранжевый цвет. Что нам нужно сделать? Возьмем куб так, чтобы зеленым он был к вам, белым к верху. Желтый будет внизу, зеленый перед вами, белый сверху, синий сзади. Оранжевый цвет находится с левой стороны у оригинальной цветовой схемы кубика Рубика, а красный с правой. Так мы и наклеим. Давайте начнем с красный. Оранжевый, он находится на противоположной стороне от красного, вот здесь. И последний штрих, логотип. Обычно клеят его на белой стороне. Кстати, о правилах ВСА. Пускают к соревнованию кубы, у которых не более одного логотипа. То есть, если вы еще наклеите где-нибудь логотип на кубе, то этот куб вам не допустит к соревнованию. Клеить можно его на любой стороне. Я наклею его на белой, как обычно это делают. Теперь момент по настройке кубов. Ну, вот сейчас я его настроил в самом начале. То есть, когда я говорил, чтобы один виток выглядывал с крестовинки. В принципе, сейчас он настроен идеально. Что у меня получилось? Я обычно проверяю все грани следующим образом. Тридний элемент оттягиваю центральную вот так вот. И смотрю, какой у меня получается за зон. Вот на глухонге у меня получается 3 мм. 2-3 мм. На его еще можно чуть отпустить. Но, в принципе, как я уже вам говорил, по 45 градусов он режет. И этого достаточно. То есть, что может быть больше, чем 45 градусов. Ну, на этом все. Надеюсь, вам это видео помогло. Спасибо вам за внимание. И да пребудет с вами Сила Интеллекта. Субтитры создавал DimaTorzok